Добрый день, ваша пропуска и пассажир. Пассажиры пропуска. Восемь часов утра. У светофора напротив Навлянского отдела полиции пробка. Причина – проверка электронных пропусков у всех водителей, двигающихся в сторону центра. Блок посты усилены в их составе сотрудники постовой службы и госавтоинспекции. В связи с распространением коронавирусной инфекции с 15 апреля сотрудниками подмосковной госавтоинспекции проводятся контрольные мероприятия на федеральных, региональных и муниципальных дорогах. На территории городского округа Воскресенск также введены ограничения для движения транспортных средств. На въездах в городский округ Воскресенск установлен блок посты. С помощью приложения на планшете полицейские считывали QR-код. Если его нет, проверяли 12-значный код. Некоторые граждане заранее распечатали пропуск. Оформить документ можно было с 13 апреля на портале правительства Московской области или по СМС. Во время передвижения все граждане обязаны иметь при себе также паспорт. Строгие меры действуют в Подмосковье с 15 апреля. В местах проверки на некоторых участках дорог образовались пробки. Гражданам приходилось проводить них до получаса. Мы просим всех участников дорожного движения с пониманием относиться к введенным мероприятиям и как-то планировать свое время передвижения. Блок посты у нас являются передвижными. Постоянно действующий блок пост у нас один. Это центральный въезд в город Воскресенск. Это улица Горького, 32. Остальные блок посты меняются в связи с чем? Учитывается время, дорожная обстановка, день недели. Эта информация вся анализируется и потом уже принимается решение, в каком месте конкретно будет выставлен блок пост. После вытренних часов заторы рассосались. Но полицейские по-прежнему продолжали проверку. У каждого сотрудника полиции, который осуществляет проверочные мероприятия на блок посту, есть списки граждан, которые должны соблюдать обязательный режим самоизоляции и находиться на карантине. В случае выявления данных граждан, к ним принимаются строгие меры реагирования, вплоть до привлечения к административной ответственности. Евгения Светлая, Евгений Страдубов, Новости Искровы.